вопрос так не случается ли так что тебя берут что тебе руку подали цветы просто так на улице подарили ну не знаю гуднулся незнакомый парень пригласил на свидание а ты постоянно ищешь во всем этом признаки аферы профессионально если у меня же профессиональный уезд крыши понимаю да когда я в супермаркете вижу когда как парень и очень долго подозрительно завис возле вермишели зачем ему столько вермишели вопрос и при этом я понимаю что он смотрит на меня так я думаю ну все товарищ меня узнал и сейчас вот это вот решается подойти ли ко мне с букетом вермишели например да есть такой небольшой крин маленький но я в общем случае открыток ко всем знакомствам и вообще очень люблю на заправках общаться например выпустя не в очереди обычно все заканчивается поэтому крен манюшенький совсем а как вообще на улице часто ли узнают поклонники автографы фотографии часто и я никогда никому не отказываю особенно детям часто даже подходит прямо семьями делегациями я бы даже сказала вот во львове гуляла ко мне подошло делегация из трех семей и мы устроили просто фотосессию многообразную вот очень люблю и очень рада когда уходят все вот с такенными улыбками после этих импровизированных фотосессий спасибо мне очень приятно что я вызвала людей такие эмоции каких-то неадекватных не было так или конечно же есть естественно были на стоянке супермаркета в нетрезвом состоянии я понимаю что как бы уже человек себя мало контролирует товарищ просто свесился мне вот водительское окно вот это в таком вот состоянии я не понимала зачем он вообще свесился потому что сначала он мне не давал никаких глухов а потом вот это вот оборвал в итоге он сказал осилил слова афериты я сказала да потому что у меня вообще не было выхода он сказал кофе кофе ему надо кофе он мне предлагает кофе в общем да вот был вот такой вот случай при этом я как бы ну то есть он был не агрессивный просто был очень сильно он не мог сформулировать мысль чего он от меня хотел или вообще чего он от жизни хочет как-то не сложилось но агрессивных людей не было как-то я не вызывала агрессию а как сложились отношения что они уже сложились с милицией потому что так или иначе видишь что все равно пересекаешь пересекаешься да то есть права охранить а эти сдали то есть наверняка были какие-то моменты которых ты просто там маяковала что дескать ребята вот вот это явно есть у меня вообще поменялось отношение к милиции после вот этого нашего проекта естественно же все знают и я так тоже раньше думала что вот это один другого кроет пока не дашь ничего никогда не двинется мы работали с исключительными людьми вот у меня поменялось я тоже скептически была настроена все быстро четко сработано они меня не раз спасали честно говоря в лесу если бы не они если бы они не прибежали вовремя непонятно вообще чем будет все закончилось в истории с байкером и они работают то с кем мы пересекаемся ну просто идеал то есть если у нас может быть вся такая милиция это будет райская страна слушай а вы как-то координировали своим то есть ты говорила что ребята у меня планируется вот такая да если мы понимали что у нас есть конкретная жертва которая нам сдала и сказала что вот я вижу у нас эти знакомства продолжает писать писать и мы знаем его аферу что она например агрессивна применяемого-то насилия то здесь мы конечно обязательно подстраховались потому как иногда без супер-пупер профессионалов просто не справиться какой бы он ни был один но мы же тоже люди стерика которые не заточены конечной методии скольких вы сдали ну то есть мы сдали мы сдали практически всех не считая тех которые которых афера которых состояла только в том что там например прикидывался супер губер модником чисто моральные такие вещи которые типа ну я себя везде где завязаны были деньги да везде где был абсолютно состав преступления где понятно что человек обманным путем выманивал деньги типа я тебе куплю доллары а потому что я работник банка а ты мне принеси 15 тысяч гривен на встречу а я через 10 минут пока ты попьешь кофе сберу в банк и не денег не банка не так сказать работника банка вы как-то отслеживали кстати насколько результативно милиция до приняли заявление все а дальше да мы регулярно отслеживаем это как бы не наша задача но регулярно потому что мы понимаем что это наш общий труд мы как бы тоже много похаботились я не буду его похаботились и это все доводит до конца вы работали еще с милицией уже с полицией еще с милицией с полицей а с полицией да очень интересно кстати у нас есть задумка потому что тоже много хорошего то что надо проверить надо проверить следующий вопрос были ли случаи когда вас преследовали уже после того как вы различали до этого я на самом деле очень да были на самом деле это был мой один из самых больших страхов я же понимаю что если человек аферист то психически он из разряда подлинг соответственно где-то может стрельнуть но как мы сдавали это тоже был мужской интерес чтобы милиция их не отпускал вот если он правда виноват то не было таких случаев а те кто ну вот эти вот как бы моральные аферисты специфические то с некоторыми даже как бы было весьма теплое расставание потом как ну они понимали что их немножко попалили ну 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 с кем не бывает ну не совсем я водник ну не совсем я в дольте габбанок ну ладно за такое какая за ферс на так на сегодняшний момент запомнилась больше всего а больше всего запомнились две вот так сказал одна с депутатом которого нам тоже сдала женщина 50 лет на минуточку которую он накрутил на 70 тысяч гривен на паре есть что он подарит ей машину на первой встрече 50 лет человеку вот так вот они тонко работают вот эта проблема аферистов что в программе это очень показано как они как они окучивают невероятно просто ты правда вот растворяешься это я-то типа растворяюсь но класс дергается потому что понимаешь надо быть собранной же я в подслушке должна слышать типа кристина тут что-то кто-то заходит еще в квартиру или там кристина на стоянке какой-то движняк начинается будь внимательна когда женщина не ожидает они что-то получают и вот эта вот афера с депутатом мне очень запомнилась потому что там была одна из наших больших плаш потом мы и конечно учли и афера мы его назвали между собой парфюмер такой молодой наглый который парил девушкам брендовые духи вот я считаю что мы его красиво наказали вот прямо великолепно потому что он уходил прозревший совершенно и в итоге то что я получил от него потом последнее сообщение было идеал лучше бы и нельзя было желать мы прям в конце сюжета и вы увидите потому что я когда получила такая это еще выйдет в эфир да да это кстати следующий вторник я понимаю ты сюжет не расстроишь но хотя бы как-то а в это вторник кстати будет очень животрепещущая схема аферы с сайтов купли-продажи там как продают нам иногда крутые гаджеты планшеты смартфоны великолепная схема но не удалось его удрать но пытался при продаже айфона он хотел мне продать пятый айфон заливала рассказываю да рассказывал интернет продажи вот здесь был вопрос когда на предложили отправить пятый айфон укрпочты читатель прислал якобы оплатить доставку и на самом деле открыли это место пятого айфона китайская подделка мы уже открыли он оплатил уже доставку уже посылку открыли и уже нельзя вернуть и а уже и плата за доставку уже ушла и все вернуть все деньги нельзя доставку было или прямо полностью предоплата самовыла теле нет по моему только плата за доставку хорошо скромно афери тоже да тут тоже неприятно но не так страшно ну когда если сто процентов предоплатил например а сейчас это очень популярно терра барахолки да 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 я вот эти статьи у которого для какой я рассказала как обезопасить себя если от вас покупатель прям строго-настрого требует стопроцентную предоплату вообще-то это ну не очень правильно и хороший покупатель которому нечего скрывать согласиться на наложенный платеж потому что он понимает что это уравнение шансов и покупатель чувствует себя спокойно и продавец понимает что ну окей да все по-честному получит увидит и наложенным платежом не перешло оплату очень по-честному. Слушай, какая вероятность что второй сезон аферистов сетях может быть посвящен именно продажам потому как не крути как бы ну блин то есть мы уже продаем и покупаем интернет по моему все начиная от каких-то продуктов питания и заканчивая абсолютно верно будет все и продажа и покупка и как обезопаситься и что нам продают в интернете часто вы же покупали вот эти вот носки от бессонницы в которых мы просто купили ради интереса в которых в пятницу был зашит мягкий чаек пакетик и так явно какая-то бабушка рукодельница здесь там сила застопала такой пакетик с чайком пришпандерила а какой-то там умный внук это продает все зато носки от бессонницы спать будете как только стоит 79 гривен 79 гривен великолепный гаджет пакетики чая гривна и носок 5 и нитки отличие у вас будет скорее всего даже носки не от бессонницы а для бессонницы потому что после вас будут долго мучать как я мог купить эту гадость и вы не будете спать да мы просто это на следующий вопрос у нас от виталия немножко не касается этой темы касается вашей работы и дружбы кристина дружите ли вы с сергеем притулой были любые на его свадьбе не то чтобы дружу а хорошо общаться на свадьбе не было подарила ничего ну и крайний вопрос астап бендера вызывает у нас симпатию современная сапа бендера столь же обаятельно да и это самое главное оружие чем слаще конфетка тем больше хочется ее съесть поэтому они такие сладкие что иногда шли спасибо за ответы края завершающее слово для поклонников и наших читателей спасибо за очень классные вопросы правда мне было очень интересно и замечательно с вами пообщаться надеюсь вам тоже ну не знаю что там всегда будет мама мир 1 сентября кстати да и хорошее настроение не попадайте в сети афилистов лучших любовные все пока